Все, периутом называется. Еще я поменяла белье. И, конечно, у тебя невольно возникает вопрос, а вдруг ты была бы на этом месте? А вдруг твой ребенок? Я сегодня целый день с невесткой и племянницей. Девочки, какой классный коврик. Котик сладкий. Где мой внучек? Доброе утро, мои котятки! Как Дэня говорит. Спасибо, котик. Прости, мама. Сегодня начинаем новый влог. Настроение хорошее, самочувствие прекрасное. Влог будет насыщенный, много чего расскажу. Как я вообще справилась. Наверное, справилась, не справилась. Но, в общем, в конце это, наверное, расскажу. Потому что еще несколько дней мы проведем вместе, чтобы закрепить чувства, которые у меня внутри. Что я действительно уже больше трех дней наслаждаюсь жизнью, учусь. Сегодня у нас начинается утро с матча-чая. Я купила же матча-чай, вам показывала в прошлом влоге. Сейчас мы с вами вместе его приготовим и попьем. Итак, мы берем наш матча-чай. Я брала 50 грамм за 1450 рублей. Это достаточно дорого. Но есть еще дороже. Сейчас я вам покажу его цвет. Мы уже откроем и бросим сюда пол чайной ложечки. Вот такой вот яркий цвет. Аромат просто, знаете, легкого зеленого чая с нотками просто шоколада. Я серьезно вам говорю. Это не рыба уже, которую я пробовала все в кафе. Так, сейчас бросаем сюда. И заливаем не кипятком, а просто горячей водой где-то 70 градусов. Иначе будет горьковато, сказали так. Так, я взяла вот пол чайной ложечки. Бросаем вообще 3 грамма где-то надо. Я не знаю вот как оно. Ну, давайте сделаем так. Примерно. Вообще по вкусу. Можно делать легкие. Это типа классически так делается. Где-то 3 грамма, да? Наливаем сюда воды. Ну, вот у меня где-то, наверное, я думаю, я его не закипятила даже. Я его подогрела, но как бы он уже горячий. Наливается где-то вот так вот. Водички. Теперь берется венчик и взбалтывается. Думаю, приготовлений, наверное, тоже разных много есть. Будем экспериментировать. Типа это вот классический такой вариант. Готовится, кстати, в керамической такой чаше интересной. Но мы в стакане будем готовить. И вот как бы пьется. Сейчас я попробую. В чистом виде я не пробовала еще. В чистогане вот так. Я сейчас добавлю вообще молока. Я с молоком добавлю. Но я так хочу попробовать. Как будто я пью густой какой-то зеленый чай. Но неприятных каких-то моментов нету. Ну, прям просто он сильно насыщенный. Я вообще не люблю крепкий чай, если честно, пить. Поэтому как бы не совсем мое. Вот эта крепость чая я не очень ее люблю. Я люблю именно вот этот аромат легкий чая. Поэтому я уже нагрела вот здесь вот молочко. Молоко тоже сильно горячее не нужно. Оно должно быть просто такое. Соевое молоко. А мы сюда его добавляем. Ой, надо было его взболтать. Ну, ладно. Здесь еще раз взболтаем. Пеночку сделаем. А, еще же посахарить можно. У нас есть сахар из-за меня. Вот, смотрите, как красиво получается. Сейчас, кстати, я разберу еще, сколько сюда надо молока вот для меня. Потому что я сделала сейчас сюда меньше молока, чем в кофе делаю. Ой, красиво. Смотрите, как смотрится. Пробуем без сахара. А вот теперь кайф. А вот. Ой, слушайте, молочка добавь. Не хочу сахара. Не хочу сахара. Легкий такой сладковатый привкус. Прям мягкий, нежный. Что сахар даже не хочется добавлять. Хоть даже и сахар заметили, но все равно. Лучше же вообще без сахара. Кайф. Вот, вот. Прям оно. Мой напиток. Мой. Так. Опубликовала видео. Ответила на письма на почте. Все хорошо идет. Все замечательно. Сейчас допиваю мачо. Ммм. Кстати, получилось так, что я пью его, а осадки некоторые остаются. Ну, порошка, да? В общем, я... Нажимай. Нажимай. Я, в общем, пью, пью, пью. Вот. И потом добавляю еще просто сверху горячего молока. Опять все это размешиваю. И опять мачо. Короче, считай, две кружки выпила. Мне нравится эта экономия. Потому что, честно говоря, дороговое удовольствие. Я еще видела, что есть мачо синяя, красная. В общем, с разными вкусами, походу. Я все хочу попробовать. Очень. Надо будет искать. Так. А сейчас я хочу немного сделать причесочку. Мне надо снять видео и, возможно, выйти из дома. Прогуляться. И там кое-что купить в один магазин зайти. Вот. Поэтому думала сделать. Мне немножечко объем на голове. Я давно не делала гофре прикорневое. Знаете, такое. Чтобы объемчик на волосах поднять. Мне уже надоело этот прядь, который вечно висит у меня, как сосулька впереди. И не было раньше такого. В последнее время началась сосулька висеть. Когда обычно так делаешь, и, в общем, прикорневое гофре, оно немного подсушивает корни и даже не так сильно грязнятся волосы. Так что пойду сделаю себе прочесонок. Еще я, кстати, подумала вот здесь, что мне же нужно будет снимать видео. Правильно? Значит, мне нужно будет большое зеркало вот здесь вот. А вот здесь я хотела закрытую вообще полочку. Ну, мне кажется, надо маленькую, чтобы была какая-то была ниша, чтобы я могла сюда ставить камеру вот так вот удобно, да, на уровне вот лица. И вам снимать уходики там, еще что-то. Это было бы очень-очень удобно. Я бы чаще снимала бы, что я делаю с лицом и всякое такое показывала. Вот. На этот момент не забыть продумать. И, кстати, знаете, что еще по ремонту? Видите, у меня какие розетки здесь классные стоят? Они такие, не такие глубокие. Здесь у меня две точки. Раз точка, два точка. А здесь я делала, смотрите, сэкономить решила. Думаю, нафиг, 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 да? Здесь у меня стоит розетка, как бы одна точка и розетка на две. Она более углубленная. Видите? И, по-моему, если брать той же фирмы, просто фирмы не было, вот той, которую я брала. Она тоже, по-моему, глубокая. Но это я еще посмотрю. Но в других комнатах, я вам скажу, я буду делать по одной точке, то есть раз точка, два точка. Просто за две точки платишь 250 рублей, 250 рублей, да? А здесь я одну 250 рублей заплатила. Но мне не нравится, что она такая достаточно глубокая, да? Вот смотрите, как смотрелось бы, если бы было... А, ну вот. Здесь раз точка, два точка, три точка. Видите? Она не такая глубокая. И мне вот это больше нравится. И, короче, в других комнатах я буду делать либо вот такие отдельные точки, чтобы вот тоненько все было, да? Такие толстые, ну, не хочу. Это только косяк такой будет в этой комнате. Ну, здесь хорошо, за дверью все. А вот эта розетка, она будет за зеркалом. Большим моим красивым зеркалом таким. Не знаю, когда я его буду приобретать. Я бы такая, что прям сейчас бы купила, да? Но пока не хочу. Пока не хочу. Потому что я думаю, что буду переживать за это стекло. Потому что мы все время сейчас находимся с малым в этой комнате. Он здесь и бесится, и все. Вот когда у него будет комната, вот когда я куплю. Когда у него будет своя комната, он будет там все это проводить время. А в моей спальне только спать. То тогда можно будет уже взять зеркало. Вот. И все. Так, давайте сделаю прикорневой объем. Посмотрите. В общем, то, что у меня сейчас на волосах, да? Объема у корней у меня все время нет. Зато здесь суховатые волосы чуть-чуть, в отличие от корней. Уже тут небольшой объемчик есть. Сейчас, в общем, сделаю прикорневой объем. В общем, было. Стало. Разница появилась? Ну, во всяком случае, если сильной разницы нет, то хоть подсушенные волосы при корнях у меня остались. Я взяла вот эти передние прядки, вот такой слой убрала, да? И все. И сделала вот такой себе гофре. Где-то до половины... Что показывает он, да? Где-то до половины головы. Вот. Потом опустила эти прядки. Сделала по бокам и сзади немножко. В общем, наблюдайте сегодня за моими волосами. Еще, я думаю, может подкрутить немного кончики. Окошки на... А может не надо? Не знаю. А окошки на... А окошки на зону. Так, все сделали, прическу сделали. Сейчас я буду снимать на второй канал. Смотрите, что? Вот. Карбоксотерапию. Ни разу не делала. На втором канале будет ссылка. Я не знаю, успею я снять все это в тот момент, когда это видео выйдет уже, да? Ну, думаю, да. Вот. Если не успею, то подписывайтесь и не пропустите. На второй канал. Ссылка под видео. Все, переутом называется. Переутомилась. Тот момент, когда не успела проследить, что я уже опа, короче, и в своих делах всех. Все, меня не отвлекайте. Не поела, не позавтракала время, два часа, понимаете? И все, я уже злая, как не знаю кто. Сейчас я переоделась. Сняла пару видео. Итак, делаю себе гранолу. Мне надо срочно покушать, чтобы стать добрее к людям. Вот. Потому что от этого в первую очередь страдает мой малыш. Когда начинает на голове у меня стоять. Все, я кушаю и все. Самые главные дела все и сделала. Дальше отдыхаем, занимаемся с собой. Держим, держим. Стабильный. Стабильную. Стабильное нормальное настроение. Попробовала уже вот этот третий вкус с орехами гранола. Больше всего мне понравилось ягодное. То, что я вчера ела. Вам показывала в прошлом видео. И понравилось мне кэроб из кэроба. Даже, ну она шоколадная там. И там шоколад вот кэроб. И даже несмотря на то, что кэроб шоколад мне не нравится. Мне он понравился. Так гранола понравилась. И больше, чем орехово. Слишком тут какая прям ореховый вкус, что ли. Не очень я люблю. Еще я поменяла белье. Идеальное белое белье. Вообще сатин белый. Простыночка на резиночке. Натянута вообще просто идеально. Все выбирала по своим размерам. У меня на втором канале обзор покупок. И увидите большой мешок, распаковка. И там вот все это дело будет че почем. Цены классные. Вот. И я решила переодеться. Все больше домашней одежды висит теперь у меня в шкафу на видном месте. Я решила переодеться вот в такое. Погладила все. Это я заказывала в Фаберлик. Очень классная, приятная ткань. Кайфую. Пока я тут была занята делами, вот посмотрите, что тут творится. Деня. И вот, и вот. И туалетная бумага. Мальчик играет. А Деньке, кстати, понравилась вот эта гранола с орехами. Ну вот как так. И ему с шоколадом понравилась, и с орехами. А ягодная вообще. Он взял ее. Хотя она вкусненькая. Мне прям понравился кисленький этот кисло-сладкий такой вкус. Все. Теперь вот эту гранолу ест. Ой, мои хорошие. Я уложила малыша спать. Проголодалась. Прям голодная была. У меня там уже стирка постиралась. Но я решила нагреть себе и покушать пловчик на ночь глядя. Полдесятого сейчас. И авокадо свое дочистила. И уже доем. Свою огромное авокадо. Кстати, оформила сейчас выплаты. Кто еще не знает, кто знает. Государство, да. Всем, у кого есть детки от 3 до 16 лет. Единовременные выплаты. Вот в связи с этой пандемией, я так поняла, даются выплаты. Но сервисы часто могут быть перегружены. Вот целый день на самом деле сайт не работал. И вот под вечер только я сейчас зашла и оформила выплату. 10 тысяч рублей выплачивают. Ну что, 10 тысяч рублей лишними не будут. Поэтому я оформила. Сейчас включу сериал. Смотрю сериал. Очень мне нравится. Ха, хотела это подзарядить. У меня здесь другая зарядка. Тайные истины. Да? Да. По-моему так называется. Бразильский сериал. Он меня, честно говоря, впечатляет все больше и больше. Так, все, кушаем. Смотрим сериал. Отдыхаем. Кстати, я еще увидела у меня на втором канале, где были покупочки вкусвилл. Кто-то написал, что не пробовал авокадо. И его пролайкали много человек, даже человек 15. Девочки, если вы не пробовали авокадо, обязательно попробуйте. Во-первых, он очень-очень полезный. А во-вторых, он очень вкусный. Он похож на орех по вкусу. Ну, для меня. Только орех такой, знаете, очень такой мягкий и нежный. Без вот этого приторного вкуса, да, какого-то, вот как у орехов обычно. А что-то такое мягкое, еще и мокренькое. Вообще необычное. Я его могу есть прям вот так, просто ложками. Как яблоко. Доброе утро, мои хорошие. У нас потихонечку идет выход из самоизоляции. Это радость такая. И сегодня первым же делом ко мне приедет сейчас... Так, брата. Жена брата. Невестка. Невестка с племяшкой. Вот. Я угощу их матча-чаем. Точнее, Наташу угощу матча-чаем. Денька пока с Настей повесятся, поразвлекаются. Вот. Поделаю какие-то дела и пойдем прогуляемся. На улице, кстати, сегодня погода какая-то. Ветер и, знаете, влажный, холодный прям воздух я чувствую. Ну, вот что-то есть в этом воздухе, по-моему, максимальная свежесть и влажность. Вот какая должна быть идеальная. Поэтому надо будет тепленько одеть малышей и пойти погулять. Конечно, в парке еще не открыто, но у нас здесь есть недалеко лес. Там никого нет. Можно там походить. В общем, найдем сейчас, где прогуляться. Во рту у меня рассасывающая таблетка от кашля. Вот. Чувствую себя неплохо. Но все-таки, честно вам скажу так, нервишки у меня пошали. Пошали вот. А, кстати, что хотела рассказать. Многие начали спрашивать, что вообще со мной и как, да, и чё, и как, и где я справляюсь. И я сказала, я во влоге расскажу. Короче, мне моя астролог посоветовала такую женщину. Зовут ее Мария Браздовская, по-моему. Сейчас я посмотрю. Она у меня тут в закладке лежит. Вот. Мария Браз... А, Браздовская, извините. Вот. У нее есть вот такая вот терапия самопомощи при тревоге ЕМДР. Вот. Часть вторая. Здесь всего две части. И вот эта часть вторая, здесь как раз-таки вот начинается сама эта терапия. Это бесплатно. Здесь можно зарегистрироваться на вот этом сайте. Я ссылку оставлю под видео. Заходите на этот сайт, и там будет купить... Корона не жмет. Вот, вот, типа, терапия самопомощи. Ну, что-то будет такое написано. И будет написано 0 рублей. Вот нужно формально зарегистрироваться. После того, как вы зарегистрируетесь формально, вы зайдете в свой кабинет. Да? Сейчас вот смотрите. Кабинет. Вот. Вот. И у вас будут вот такие вот приобретенные продукты. Здесь очень много, кстати. Вот. Противовирусная трансляция. Корона не жмет. Список занятий. И вот здесь занятия марафона. Все эти занятия бесплатные. Я так понимаю, еще не проходила все, но вот эти вот я вижу, что бесплатные. И вот первая часть от 1.04. Терапия самопомощи при тревоге. И вторая часть ниже. В общем, проходите. Так, где-то вторая часть тут. Ну, короче, вы поняли, да? Такой сайт, надо зарегистрироваться и так далее. Вот, видите, для всех, кому не хватает опоры в кризис во время карантина, от 0 рублей. Поменять участие. И я вам скажу, что мне очень понравился этот тренинг. Это даже не такой тренинг, где, знаете, на вебинаре рассказывают вам верхушки, да? А потом нужно купить сплавный тренинг. Нет, здесь конкретно человек работает вот с проблемой, дает вам технику. Это все остается вот на сайте, и можно проходить. Я проходила это вот в четверг, я для себя это открыла. Четверг, пятница, суббота, воскресенье. Я делала каждый вечер вот эту вот технику. И я вам скажу, что я для себя вообще даже много чего открыла внутри. Просто сама для себя, да? Такой эмоциональный получился. Сейчас таблетку-то съем уже. Эмоциональный получился такой тренинг. В один день я себе что-то одно узнала, в другое-другое. Какие-то подсознательные вещи вылазили. И да, спокойней стало мне после этого тренинга. Я согласна, что у меня реально тревога внутренняя, вот это все, это вот все связано с пандемией. У меня и так очень много разных страхов, которые, знаете, они как бы страхи такие. Ну, например, страх смерти, да? Но я замечаю, как частенько я об этом думаю, да? И с рождением ребенка я все чаще и чаще об этом думаю. И, конечно же, с мыслью. Ну, то есть это не так, что я там сижу и думаю, нет. Это такая мысль пришла, да? А вдруг я начинаю там делать что-нибудь, чтобы более-менее себя успокоить, да? И запасить. Потому что самое страшное, что я во всем этом боюсь, это то, что ребенок останется без меня, да? Что это какая-то психологическая травма для ребенка там и так далее. Как он будет жить, что он будет ездить, где он будет учиться, что он будет чувствовать. То есть вот это все очень страшно для меня, да? И даже эта мысль, которая проскакивает вот так вот где-то мимолетом в голове, она дает о себе знать вот здесь, понимаете? Вот здесь вот, где обычно болит. А ну раз кольнуло, как бы я такая, там все будет нормально. И помимо этого самого такого, можно сказать, основного нашего страха, который часто происходит, есть еще куча маленьких страхов, как, например, да, вот эта пандемия. Там ты хочешь выйти на улицу, ты боишься, что тебя там кто-нибудь остановит, предъявит тебе большой штраф, как ты его потом будешь отдавать, или ты эти видео смотришь, где хватает полиция, там ребенок остается где-то. Ну, страшные видосы показываю, да? И, конечно, у тебя невольно возникает вопрос, а вдруг ты была бы на этом месте? А вдруг твой ребенок, понимаете? И оно опять отдает все это сюда, понимаете? Что, зайчик? Ну все, Кисть, мы выключили. Все. Вот, и на самом деле эти мелкие моменты, они все имеют место быть, вот лично для меня. И я так понимаю, что просто у меня уже много всего накопилось, это вот я вам раз-два рассказала, да? А помимо еще того, что зарплата упала в два раза, то есть у меня нет страха, конечно, что я за ипотеку не смогу платить, да? Но, например, какие-то радости в жизни придется опять себя сдерживать, помимо того, что ремонт у тебя идет, да, опять сдерживать. Ты там хочешь сделать ремонт? Ты там хочешь сделать ремонт, например, да, а не можешь выйти, а нужно вот это, а будет пыль, а ты кашляешь. И, короче, голова просто накручивает себя неимоверно, причем с такой скоростью, что я даже не успеваю это все оцифровывать. И вот, когда я начала уже этот тренинг проходить, да, оно, ну, начинает расслабляться, тем более, когда преподаватель... Да иди, играя, не кричи. Тем более, когда преподаватель рядом тебя ведет и говорит, что вот это нормально, и вот это нормально, и вот это нормально, да, работаем. Начинает куча, короче, всего, ты расслабляешься, начинает куча всего вылазить, ты просто видишь, что именно, и какой целый скоб заставляет тебя нервничать и отдается в твоем теле. Вот, и я начала за все это время просто к себе прислушиваться, приглядываться к своему организму, и я реально начала замечать, может быть, вы видели даже, да, что я уже это даже озвучиваю вслух, когда моя мысль просто проскочила о том, что нужно в фикс-прайсе поменять что-то, потому что я купила, а там нету чего-то внутри, да, и мне нужно поменять теперь. И просто одна эта мысль уже дает позыв к тому, что вот, ну, переживание вот это, да, раскальнуло, потому что я переживаю, потому что у меня мозг уже крутит, что там может быть скандал, что на меня могут крибо посмотреть и сказать, да вы сами вытащили, понимаете, вот эти мысли, они настолько быстрые, что за ними даже не успеть. А я сториться не хочу, ругаться не хочу, я же не виновата здесь, и вот это вот все. И, конечно, я думаю, что организм уже просто все это нахавался и начинает выплескивать это уже физически. Вот. Ну, плюс еще есть такие психосоматические моменты, да, и может быть где-то психологически уже организм болеет, потому что хочет болеть, потому что устал, может быть, трудиться и работать, может быть, как-то так, я не знаю. Ну, в общем, я поработала, мне понравилось. Вот. И периодически у меня возникают эти, ну, как бы, не панические атаки, да, потому что мне кажется, это что-то серьезное, панические атаки, да, но что-то адреналинчик бывает, вот раз, и все. Отвлекусь, подумаю о чем-то, все нормально. Опять что-то начну мысли крутить, нагнетать, опять чувствую у меня и прямо там и сердцебиение поднимается, и кашель этот поднимается, все на свете, короче. Вот. Опять успокоюсь вроде бы, отвлекусь, все нормально. Поэтому мне кажется, что это вообще, ну, как бы важный момент, тем более я когда училась в университете, и у нас был предмет психосоматики, нам говорили о том, что, ну, более 90% болезней многих, это психосоматические. То есть они не имеют какой-то вот, как это говорится, там, ниоткуда-то не передалось там, да, нет. А человек просто вот внутри себя накрутил, что начало болеть тело, вплоть до рака. Могут быть такие болезни. Поэтому вообще, мне кажется, психологи, психотерапевты периодически нам нужны. Просто даже проверить, что у нас все нормально, все в порядке. Вот. Поэтому я с удовольствием все это прохожу и делаю. Тем более вот сайт, который я вам оставлю, ну, абсолютно, там есть у нее и платные, конечно же, все эти штуки, да, но есть и бесплатные, и очень даже хорошие, эффективные. И сама она такая приятная, интересная женщина. Вот. Поэтому, если кому-то интересно, то я рекомендую, если у кого-то есть панические атаки, тревожность и так далее, волнение всякие разное, то можете пройти в телефон. А может, кто-то еще даже не чувствует этого, а там сможете увидеть, высвободить что-то. Ну, в общем, мне понравилось. Алене спасибо большое, что посоветовала мне ее. Я вообще хочу все эти бесплатные пройти, какие-то вот, как их называют, тренинги, мастер-классы, какие-то лекции. Хочу все пройти. Вот. Так, ну а сейчас мы ждем гостей. Я и варю яички, дэнки. Привет, мои хорошие. Сегодня новый день, а я с вами сегодня здоровалась, я не помню. Я сегодня проснулась, мы договорились, что ко мне приедет невестка моя. Да? Я говорила, по-моему. Вообще, прикиньте, я забыла. Я забыла, что я сегодня утром что-то говорила про невестку. Мне припоминается. Сегодня целый день с невесткой и племянницей. И, короче, вообще не было времени даже войти, войти к вам в камеру. Вот. Мы сегодня поездили, чуть-чуть погуляли, по магазинам съездили. Забрала свою посылочку, Фаберлик. Книжки, которые я вам, помните, хотела, говорила, что буду заказывать. Это заказала. Это вот такая вот книжка, как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети говорили. Запечатанная такая книга полностью. От Фаберлик Бук, да, что-то? Адель Фабер и Элейн Мазлиш. Ну, мне интересно стало почитать. И вот такая вот еще книжечка. Это вот такая толстоватенькая чуть-чуть, в мягкой упаковке. А это «Как забывать все забывать». 15 простых привычек, чтобы не искать ключи по всей квартире. Девочки, у меня вообще с памятью бедобеденушка. Ну, я решила взять Тонику книжечку, почитать. Так, еще сразу давайте покажу, что я заказала. Фаберлик. Ой, как всегда, дети набросали, оставили все за собой здесь. Взяла вот такой вот коврик. Он сам по себе мягенький здесь. А здесь вот такие вот иголки пластиковые. Мне моя астролог посоветовала. Говорит, лежать на нем очень полезно, когда со спиной проблемы. И говорит, сначала может показаться тяжело, а потом будешь кайфовать. Минут через 15. В общем, посмотрим. Так, здесь каталог. Фаберлик, как всегда, новый. Каталог, каталог, как правильно, не знаю. Взяла домашнюю маечку. Я не знаю, она как домашняя будет, или как на выход, или, может, она универсальная. Брала что-то легенькое, розовенькое, под свои домашние наряды розовые. Ну, вот распашоночка. Мне она, я какой размер, кстати, взяла? По-моему, эску. Она была на картинке там как раз-таки такая. Вроде ничего. Цвет красивый такой, знаете, нежно-розовый. Ну, вот я для дома взяла гонять. По-моему, ее можно и на выход даже. Так, что еще я там заказала? А, и пену для малого заказала. Он сегодня в ней купался. Нормально пенится. Сейчас покажу. И вот таких вот два средства взяла. Дала. Два средства. Одно вот с такой вот. Мне вот, кстати, нравится. Денечка, не шуми, пожалуйста, зайча. Не шуми, пожалуйста, мама снимает. Спасибо. Вот такой спрей для обработки поверхности. Я иногда вытираю пыль, и мне прям так и хочется чем-нибудь взбрызгнуть. И вот это, кстати, мне нравится. Такой дозатор с такой вот ручкой. Еще взяла вот такой. Это тоже универсальное антибактериальное средство. Оно тоже для поверхностей. Ну, от ванной комнаты, кухни, обуви даже, мест содержания животных. Вообще, короче, ну, просто дезинфицирующее средство. Такое антибактериальное. Вот. Ну, с другим дозатором. Кстати, интересно, как пахнет. Давайте проверим. Ну-ка. Ну, приятный запах. Дай крышечку, пожалуйста. Спасибо, солнышко. Вот. А вот это для поверхности. Здесь, кстати, натуральное масло Монорды. Монарды. Оно как пахнет. Здесь вот такая штука есть. Ну-ка. Ой, какой приятный аромат. Прикольное, кстати, пахнет. Так, сейчас пену покажу. Блин, так солнце везде светит, что не пойму я, где это показать вам. Вот, короче. Вот такой взяла гель-пена для ванны и душа. Кошка Манго. И пена для ванны для детей. Ну, вот сегодня он в красненькой купался. Ну, нормально пенится, в принципе. Ну, надолго, я думаю, не хватит. Потому что мы любим много пены. И вот уже израсходовали. Нормально. Уложила Деньку спать. Досматриваю. Уже осталось три серии моего сериала. Сериал, конечно, вообще. Закручен сюжет, да. Впечатления, эмоции у меня вызвали. Я такого еще не смотрела. Оформила уже видео вам, чтобы было что завтра смотреть. И смотрите, что я хочу съесть. Вот хожу и думаю, что я хочу съесть. Взяла в пятерочке вот такую вот штуку. В холодильнике лежала. Я не видела до этого. Мне кажется, начинка. Вот их два были там, по-моему, какое-то коричневое. И вот такое. Сейчас попробую. Написано Баскер... Виллс. Баскер Виллс. Сейчас попробую. Причем этот десертик, он в холодильнике лежит. В пятерочке. Ну, вкусненько. Ну, так одну солодюшечку на ночь можно. Успокойной ночь. Девочки, какой классный коврик. Я вот сейчас на нем чуть-чуть полежала. Буквально несколько минут. Вот. Но просто мне сейчас надо уходить. Я решила попробовать смогу. И сколько на нем интересно полежать. Ну, кайф. На нем, по-моему, там минут 15-20. Я сейчас в интернете поищу. Ну, Дэнь, ты вот так решил, да, спрятаться? А это твоя защита. Шипы. Ну, давай, ложись на коврик. Дэнь, ложись на коврик, колючий. Давай. Нравится? Колючий? Аккуратно. А я сейчас собираюсь... Сейчас заказала пиццу. Сейчас пицца уже приедет минут через 20. И маме позвонила. Говорю, мамуль, съезди со мной. Хочу все-таки сделать кардиограмму, сдать. Вот. Сначала хотела пойти в бесплатную нашу. Она здесь рядом. Но туда надо сначала к врачу записаться. Потом он даст направление. Потом туда. Потом обратно к врачу. И тем более после того, как я врача вызывала с той клиники, тоже мне по-напраписали там. Что-то я не хочу, сдам. Просто у нас тут еще есть платные клиники. 500 рублей стоит кардиограмма. И тем более в бесплатную. Сейчас наверняка много всяких людей разных. Не хочу лишний раз по больницам, поликлиникам ходить. Я вообще не любила это ходить. Даже не в пандемию, а просто всегда там много всяких больных. Можно заразиться. Поэтому пойду в платную. Сдам за 500 рублей кардиограмму. Что-то у меня тахикардия прям участилась, честно говоря. Я вчера сложно засыпала. Прям вот малого пошла укладывать. Пока делала дела, все нормально. Да, там не замечала, может, или что. Вот легла уже, расслабилась. Опачки, тахикардия. Я прям уснула с ней. Она то есть схватила и все. Ну то есть бьется часто сердце. Опять вот какая-то эта тревожность дебильная. И все, и проснулась. Я прям еле-еле сегодня проснулась. Денька в 7 утра встал, а я в 10. Вот, периодически просыпалась, открывала глаза. Все время, чтобы он был со мной в комнате. Очень тяжело встала. Именно потому что, то есть я открыла глаза, и у меня вот это вот тахикардия. В общем, сегодня мы решили сдать кардиограмму. Посмотрим, не знаю. Порешаем еще с мамой. Может, еще что-нибудь сдам. Я, в принципе, ничего не ела сегодня. Там пару печенек съела, маленьких таких. Может, и сдам кровь, если, конечно, они там будут брать кровь. Они до 12, по-моему, берут. Я, может, не успею. Ну, короче, кардиограмму эту сдам. Выходим из дома. Сделать хочу кардиограмму. Может быть, УЗИ даже, сердце. Посмотрим, короче. И решила я вот это мамины вещи. Она попросила их собрать. Хочет их перебрать, там посмотреть, что отдать, что будет носить. Вот, я ей собрала. Вот ее все вещи, вот, представляете, сколько вещей уже она собирала. У меня тут. А сапожки эти, кто видел мое видео, там, отдают. Тоже решила, в общем, сестре отдать. Они, вообще-то, швеи там и обувь шьют. В общем, может, что-нибудь придумают. У меня просто рука не поднимается, их выкинуть. Я говорю, давай, я говорю, что-нибудь придумайте, поваяйте, они творческие люди, любят что-нибудь там интересное придумать. Я говорю, придумайте класс, не придумайте, так выкинешь. Говорю, у меня рука не поднимается, их выкинуть, я лучше их отдам, а те люди уже пусть выкинут. Вот, чтобы я не знала. Главное, что не я их выкинула. Вот, все, мы одеваемся, сегодня решила там одеться. Кожанку, надеюсь, не замерзну. Вообще, у меня вчера смс-ка пришла, что заморозки до минус 2 будут, представляете? Вот, все, потихонечку выходим вниз, сейчас мама нас там уже ждет дома. Зайчик сладкий, где мой внучек? Где мой мальчик маленький? Вот так зайчик соскучился за бабулей, радовался сегодня, бегал, радовался. Бабуля на колени перед дверью встал входной и что-то рассказывает. Я говорю, Деня, мы сейчас едем к бабушке, а не бабушка к нам. А он, открывай двери, бабушка! Вообще, а ты говоришь, забудет тебя, не забудет. Так, бабуля, вот она пришла. Все, едем мы кардиограмму делать. Катька мне, кстати, рассказывала, что у нее тоже что-то типа того было, но она кардиограмму сделала, все было чисто. И говорит, на самом деле УЗИ только может показать более точные моменты. Но мы сейчас сделаем кардиограмму, я там посмотрю. Я тебе просто сейчас скажу что-то. Давай. По-хорошему надо сделать, кровь сдать мне и на иммуноглобулин. Но, девочки, кровь для меня очень тяжело сдавать. Почему? Потому что я не должна ничего брать в рот утром. Ни капельки, понимаете? Ну ладно, водички еще чуть-чуть. А мне очень сложно, мне начинает тошнить. И если вдруг меня сильно тошнит, и я что-то съела, то все получается, я уже не могу идти. То есть это надо резко, это надо резко вставать, а я себя утром плохо чувствую, я не могу резко встать, понимаете? И я уже, конечно же, поела, и уже кровь не сдашь. И вот это большая проблема, поэтому я... Ну, мне сложно сдать кровь, потому что к ней очень трудно подходить, вот, ко всему этому делу. Потому что я все равно что-нибудь довыпью, съем, чтобы меня не вырвало, и чтобы мне совсем плохо не было. Вот, поэтому это все затягивается. Так бы я сдала бы сразу. Доброе утро, мои хорошие. Сегодня я уже, знаете, встала и собралась, думала пойти сдать кровь. Но вчера я себя, в принципе, хорошо чувствовала. Я вчера не пила кофе. Вчера у меня... Ну вот я проснулась вчера, да, у меня было вот это состояние. Потом оно к обеду у меня прошло, после того, как сделала кардиограмму, на которой все хорошо, да. Вот, и к вечеру все стало хорошо, и я даже съездила в гости к сестре, мы пообщались, я за это время даже ни разу не кашлянула. Вот, к вечеру, когда уже уходила, говорю, слушайте, вот я вот сижу сейчас, вообще никакого беспокойства, и даже ни разу не кашляла, хотя я все время говорила. То есть обычно проблема, когда я говорю, у меня вечно кашель вызывается, да. Потом я вышла от них и прокашлялась. Ну то есть мне кажется, что, конечно, от головы вообще, от моей психологически очень... И все, я начала, вот я как выехала от них, то я вообще на другие вещи обращала внимание, общалась, там что-то мы вспоминали, там прошлое и так далее, детство наше. И все так, и дети, как бы, да, и все вот так вот. Вышла, опять начала концентрироваться на своем состоянии, опять какие-то мысли, читаю какие-то сообщения. А у кого-то такие же симптомы, и он этим болел, а у того другие симптомы, и он этим болел. Я чувствую, как меня аж накрывать начинает. Ну, в общем, вечером я легла спать спокойно, я замечала, что, ну, не было у меня ни тахикардии, ничего такого, все хорошо. И утром сегодня я решила тоже не пить кофе, но я уже собралась такая, знаете, я прям, я даже два часа не кушала. То есть я проснулась и два часа не кушала. Я думала еще пойти сдать кровь. Но чего-то моя интуиция обеспокоилась и как бы говорила мне, что не сегодня. Сегодня идти не надо. Я уже была готова, реально. Я уже малому даже футболку натянула, сама уже умылась, все, готова была одеваться. Но что-то меня остановило. Какой-то внутри у меня сидел страх чего-то, что что-то, ну, не знаю, интуиция как бы тут вот другого нет. Я думаю, ладно, пойду я лучше тогда, когда реально у меня не будет никаких сомнений. А сегодня я просто не буду пить кофе. Вот. Я пила воду сегодня целый день. Прекрасно себя чувствую. Замечательно. Пока что нет у меня никаких вообще нареканий к себе. Не кашляю. Пью таблеточки. Сейчас мы выпьем витамин D. Магний B6. Купила в сиропе, кстати. Сейчас покажу. Вот. Хочу снять видео. Может быть даже два. Вот такое, смотрите. Магний B6 раствор со вкусом вишни. Для всей семьи, беременным и кормящим женщинам, детям с трех лет. Способствует защите от стресса в легкоусываемой жидкой форме. В общем, вот. Там были в таблетках, но если есть аналог в жидком виде, я все-таки буду его пить, потому что я не люблю пить таблетки. Грызть их вот это, проглатывать меня бесит. Написано 2 столовые ложки. Принять, взболтать. Сейчас попробуем со вкусом вишни, насколько вишня там вкусная у нас. 2 столовые ложки. Открываем. Водичка как будто жидкая. Вкусно. Вкусно прям. 2 столовые ложечки. И водичкой бы запить. Которая не осталась. Мне говорили, что макни лучше пить в первой половине дня. Ну, буду пить. Не пойму, как-то считается здесь. Написано, что этот флакончик здесь 100 миллиграмм. А мне нужно в день по 30 миллиграмм. То есть получается, что на 3 раза, что ли? Ну, нифига нет. Не на 3 раза. Помыла голову. Помыла голову. Смотри, заячек. Там пишет маме. Почел. Сейчас, сейчас. Кто-то пишет маме. Помыла голову. Все. Сейчас буду снимать видосики. И, в общем-то, буду готовиться к следующим видео. А на этом, наверное, я с вами прощаюсь. Пусть это видео будет коротенькое. В общем, да. Но впереди ждет много интересного. Люблю вас целую. Оставайтесь со мной. Не пропустите перемены в нашей жизни. Субтитры сделал DimaTorzok